МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Героиня нашей программы – человек творческий, ищущий, получающий большое удовольствие от живописного процесса. Знакомьтесь, самарский художник Полина Горецкая. Наверное, важно, что я родилась для начала. 15 июня 1972 года. Училась в художественной школе, училась в художественном училище, закончила это и другое, Самарскую академию культуры и искусств. Работала преподавателем в детской художественной школе, член союза художников. С прошлого года вхожу в живописную секцию. Полина, как вы работаете? Как начинаете творить? Вам подписаться на вдохновение для того, чтобы приступить к холсту? Бывает по-разному. Бывает вдохновение, а бывает собственная какая-то воля, собственный заказ для себя самой. Ну, в данном случае, в данном случае я попробую ради эксперимента вас набросать холст. Размер его метр на восемьдесят. У меня было время, я сделала небольшую подготовку на существующий уже белый холст. Нанесла оранжевую краску. Размер достаточно большой. Я могу даже с руками вас иметь на холсте, на собственном. А вот если надо ноги, придется еще такого же размера холст добавить внизу. Так, голова желательно в натуральную величину, поскольку больше натуральной величины мы пишем онштейнов. И оранжевый фон, оранжевая подкладка вам достаточно идет. Да, достаточно идет. Корявая, конечно, фраза. Работают над портретом два человека. И натура портретируемый, и портретирующий. Вот у вас очень красивые руки, и мне будет приятно написать такие руки. В каждом человеке есть что-то, по крайней мере, увлекающее. Я не скажу прям потрясающее или с ног сшибающее. Но обязательно есть нечто, что является характерным для него исключительно, и больше не для кого. Ответ женский. Более длительный, чем тот, который мы пробовали написать сейчас. Более длительный, национальный костюм, шапочка татарская. Написано с натуры, девушку зовут Маша. Вот это та же Маша, только в других условиях и при других обстоятельствах. Работа называется «Десерт». К вопросу о том, кто как понимает. Девушка-десерт, фрукты-десерт, или все состояние. Это каждый выберет для себя сам. Женский портрет более реалистичный. Русская рубахи. Этот портрет натурный абсолютно. Ну и поскольку портрет является жанром самым увлекательным, есть такой портрет, который в представлении, возможно, не нуждается. Вы мне сами скажете, что я Сушко Вадим Викторович. На луне природы, в Виновке, писанный с натуры. Надевший собственную шляпу и принесший откуда-то из сарая очки, налепивший мне своими руками для достоверности, для большего сходства портретного. А вы писали свои автопортреты? Обычно для художников характерно в какой-то период отображать себя? Отображала, да, когда училась в художном училище, потому что задавали постоянно писать портрет. На туру для написания портрета найти очень трудно. Для домашней работы, поскольку все родственники уже написаны давным-давно, и часто в качестве домашних работ я приносила автопортреты. С тех пор один-динственный раз написала автопортрет, вот опять же для той выставки, которая сейчас в Союз журналистов. Как вы себя изобразили? Вообще, как это происходит, когда художник пишет сам себя? Это какое-то состояние вы себя оцениваете? Оцениваю, да, обязательно. Думала долго над тем, как себя написать. Потому что просто вот поставить зеркало на мольберт, сесть перед ним и начать себя писать, просто даже как-то оно неинтересно. Вот. Подумала и написала. Если кто-то был на выставке, он видел книжка, вот так вот, такая большая книжка. Если нужно объяснить, каждый для себя имеет свободную ассоциацию, что такое книга, да, большая такая, потертая. Может быть, это любимая книга, или, как сказал мой 10-летний сын, большая книга страшных знаний. Когда увидел работу, я сказал, это большая книга страшных знаний, потому что там такой фолиант, вот, с истертой обложкой. Книжка, окно, окно тоже может быть символичным, взгляд туда-сюда, обратно. Цветущий кактус и стопка книг на окне. Вот такая работа. Немножко ироничное отношение к себе, немножко ироничное изображение лица, руки большие. В общем, вот так вот, в ракурсе. Быть человеком сложно вообще, а быть творческим человеком еще сложнее. Ведь мир предлагает нам на обозрение огромное количество вещей, вещей, явлений. И задача творческого человека – не отобразить их с фотографической точностью, а интерпретировать, высказать свое мнение, как бы через призму, через некую своего видения, своего… Ну, у нас есть глаза, да, как своеобразное окно в мир. Мир внутренний смотрит на мир внешний. И вот через… Это окно у всех абсолютно свое. Абсолютно свою конфигурацию имеет. Абсолютно… Не похоже, как отпечатки пальцев, нет идентичных, унифицированных. И поэтому, чем индивидуальнее вот эта интерпретация, тем… И если она еще и новаторская, тем лучше, на мой взгляд, тем больше уважения заслуживает творческий человек, художник в том числе. Не случайно свою последнюю персональную выставку Полина назвала «Рефлексия». Нужно смотреть не только на внешнее, но и внутрь себя, считает художник. Изучать свой мир, наблюдать и развиваться. Этого же она желает всем, кто знакомится с ее творчеством и изучает его. Для Горинской характерен у нее просто динамизм. Она имеет вот некое такое вот рыцарское начало. И я надеюсь, ты меня поймешь. Потому что, если первое, я слышала слова «импессионизм», да, это созерцательность, это изображение действительности. Но у нее преобразование, у нее вот это вот врубание с собой, возможно, с какими-то комплексами, возможно, даже с совершенствованием действительности. Но это не есть. Она может выходить на ироничность. Она смещает, она упрощает, она деформирует. Но это все делается для того, чтобы создать комплекс. И ей это удается. Она не из тех художников, кто... Вот что видит, да, тот и пишет. То есть где уже неинтересно. Это в реализме очень сложно создать какую-то интригу и вообще, что называется, сделать художественное произведение, проводя там от открытости и так далее. У нее другая задача. У нее вот эту свою интеллектуальность, кстати говоря, она умная. Она красивая. Интеллект ее проявляется не только в выборе тем, но и в таких, знаете, диалогах. Не важно, там это будет, Эйнштейн, или она сама, или Клара с Розой и так далее и тому подобное. Она, кстати говоря, вот про финал-то как-то не пишет, но вот эта вот изломанность, она сразу читается. Так вот я хочу сказать, вот этот протест, протест против чего? Против рутинности, шаблонности, глупости, тупости, безнадежности. Но вот с таким преобразованием, где она говорит, «А я хочу выразить, а я хочу, чтобы вот так это было», она достигает максимума. Рефлексия – это не какое-то новое веяние, не какое-то новое слово. Со времен Сократа волновало это общество, волновало отдельных мыслителей. Кант сформулировал по-своему, Гегель по-своему, современные ученые по-своему. Появилось такое даже понятие, как топологическая рефлексия. То есть не банальная, линейная такой вот анализ своих действий и поступков и взаимодействие свое с внешним миром. Именно еще психологический аспект включается в понятие рефлексии и наибольшее значение принимает. На размышление наталкивает отличие человека от животного. Скажем так, даже животное может что-то знать, но человек может еще и осознавать свое знание. Это, в общем-то, общее понятие рефлексии, как мне кажется. Сейчас уже вернусь к тому, что говорил раньше, что есть мир наблюдающий внутри у человека, есть мир наблюдаемый, который его окружает и представляет ему все, что он ему может представить. И если человек немножко, каждый индивид, каждая личность проявит немножко усилий и зайдет по ту сторону окна, то есть не будет сидеть в себе и смотреть наружу, а проявит усилия и заглянет внутрь себя, тогда это и будет называться рефлексией. Точно так же, как у каждого человека, вот эта матрица, через которую жизнь наблюдает, точно так же есть и поводы. Конечно, я не могу оставаться вдалеке от политической ситуации. Конечно, меня волнует все, что происходит, волнует очень образование. Вот, пожалуй, больше всего волнует образование. У меня есть 10-летний ребенок, который ходит в среднюю школу, и хочется, конечно, чтобы он был разгражданином достойным. И, опять же, образование в той связи меня волнует, в которой люди должны воспринимать творчество, зрители. Зрители, которые смотрят мои работы, они их или воспринимают, или не воспринимают в зависимости от полученного образования и полученного жизненного опыта. Еще раз скажу, что очень многие люди ищут фотографического сходства, ищут... Они определяют адекватность предмета для себя как соответствие его фотографии. А зритель воспитанный, зритель образованный, он не будет искать... Такой пример я приводила раньше уже в гернике Пикассо. Он не будет искать точного графического изображения местности, которая бомбардировке подверглась. Он будет внимать опыту художника, который изложил свой взгляд на суть этого явления. Вот так вот. И поэтому еще раз меня больше всего рефлексировать заставляет образование наше. И в том числе художественное образование. На мой взгляд, в детских художественных школах и в образовательных учреждениях, которые дают образование в художественной сфере, мало внимания уделяется именно тому, о чем мы сегодня говорим, о рефлексии. Учат рисовать кубик, шарик. Учат создавать иллюзию трехмерного пространства на холсте, на бумаге. Учат рисовать похоже. Иногда зачастую, не развивая желание, человек мыслит над тем, что именно он рисует и зачем он это вообще делает. Вот если возможно восполнить вот эту прореху, было бы образование более гармоничным, более, более, слово назвать, эффективным. А у вас не возникало такого желания тоже уехать? Пусть из России, из Самары. На время или может быть даже навсегда было такое? Да нет. 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 Это моя родина, я здесь родилась. Нет. А какие у вас отношения со своим родным городом? Как вы к нему относитесь? Люблю я родной свой город. Чем дольше в нем живу, тем больше я его люблю. В достаточно молодые годы, когда я начинала путешествовать, будучи в Европе, в Париже побывала. Восхищает, конечно, архитектура. Где-то подкупает вежливость вот эта вот западная, европейская. Но со временем можно дать оценку адекватную именно. У них совершенно другая культура. Естественно, свой путь развития. Я люблю свой город, люблю очень свою страну. С вашей точки зрения, как живописца Самара, это город какого цвета? Красного. Я даже не дам вам договорить. Пурыгинского, красного цвета. Я сейчас спросили, город какого цвета. Я сразу же вспомнила работу Валентина Захарыча с троллейбусной остановкой, где стоит просто такой красный кирпич, такой бам-бам-с. Вот. Кирпичный дом из красного кирпича, какая-то многоэтажка. Вот такой город у нас. Полина любит свой город. Ей нравится рисовать родные волжские пейзажи. Для нее важно выстраивать позитивные отношения к жизни. Это отражается и в живописи. Красочных и ярких картинах с особым взглядом и смыслом. А когда отношения между внутренним и внешним миром налажены, считает героиня, тогда и наступает гармония. Состояние важное для каждого человека, и особенно творческого. Гармония, она, это не обязательно спокойное состояние, уравновешенное. Гармония, мне кажется, кажется, как мне кажется. Гармония может быть и динамичной. Почему-то. Я не знаю почему. Я не могу быть не права. Мое видение гармонии. Гармония есть и в динамике. Гармония – это просто когда красиво. И, пожалуй, на какие-то поступки, на какие-то действия, на творческие какие-то решения меня подвигают именно острые ситуации жизненные. И острые ситуации внутренние тоже, которые внутри возникают. Вот так. Однажды Альберт Эйнштейн сказал, делайте одно и то же разными способами, и вы получите новый результат. Мне очень нравится такая позиция. И даже бывает, что разными способами я могу одну и ту же тему решать, делать варианты. И результаты могут быть действительно разными. И даже личность, которую я процитировала сейчас, фигуру, четыре портрета написала. И все разные. И тема, мне кажется, неисчерпаемая. Если говорить о ваших творческих амбициях, как творческого человека... Какое слово страшное? Амбиции. Вы знаете, я их не формулировала никогда. Конечно, без амбиций творческий человек не существует, потому что он хочет быть хорошим, даже одним из самых лучших. Наверное, хочется, чтобы люди подходили к работе и говорили, какая красота. Красиво, нам это близко, нам это нравится. И чем больше внемлющих будет зрителей таких тем, мне будет приятнее от этого. Если говорить о художниках вообще, как вам кажется, в чем их миссия? В масштабах человечества? Сделать мир лучше. Хотелось бы, чтобы все-таки мир был толерантнее, потому что одна нетолерантность обязательно порождает следующую толерантность и так далее. Но опять же, без крайностей, потому что всеобщая глобализация и всеобщая толерантность – это тоже плохо. Кроме развития культурного и духовного, и всевозможного, и социального, хочется просто, чтобы люди были добрыми. Полина, а как вы завершаете работу над картиной? Как вы понимаете, что все, результат достигнут? Как это происходит? Это понять очень сложно. Иногда невозможно. Иногда работа уже закончена. Ты не знаешь, что она закончена. И переписываешь по сто раз. Принципиально ничего не меняется. Потом ты влишься, счищаешь, все начинаешь заново. А бывает, что берешь и пишешь на одном дыхании. Вот в данном случае работа написана, опрометчиво поставлена зеленым цветом подпись. Я ее сейчас перекрашиваю в более-менее коричневый. И работа будет закончена. А потом все остальное – это дело зрителя, это уже ему решать. Правильно я перекрасила подпись в коричневый цвет, или лучше было оставить ее зеленой. Это мне уже скажет кто-то из тех, кто увидит итог. То есть финал работы определяет зритель? Финал работы определяет зритель, несомненно. Продолжение следует...